Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы вновь встречаемся с вами в нашей студии первого образовательного канала и продолжаем рассматривать одну из самых интересных и где-то даже загадочных тем в нашей истории о том, как же все-таки у нас происходил переход к новой формации, к новой общественно-экономической формации. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что в свое время административно-литарный класс России захотел стать из фактического собственника еще и юридическим, поэтому был проведен целый ряд мероприятий по замене системы отношений. В итоге система поменялась, возникла новая. Мы говорили о том, как она создавалась, кто были ее создателями. Но, понимаете, мы пока говорили только о прошлом. А ведь, наверное, интересно узнать и настоящее. Как формируется наша сегодняшняя система управления, каковы ее недостатки, каковы ее перспективы. В прошлый раз мы также говорили о том, что будут приглашены гости на нашу передачу. Это крупнейшие специалисты. И сейчас я хочу представить нашего первого гостя, Валерий Алексеевич Чугинов. Но я не буду представлять все ваши награды, все ваши регалии, потому что их столько, если мы будем их представлять, просто весь наш урок, наша встреча, она уйдет только на это. Просто я могу сказать, что Валерий Алексеевич, это, безусловно, выдающийся ученый современности, человек, который действительно постиг очень многое. Но, Валерий Алексеевич, прежде всего хотел поблагодарить вас за то, что вы выкрыли время, пришли к нам на передачу. И думал, какой же сделать вам подарок неожиданный. И вот я вам сообщаю такую новость. Но сначала для наших телезрителей. Вот эта книга, которую мы делали вместе с Валерием Алексеевичем. Мой роман, а Валерий Алексеевич написал изумительную научно-популярную статью, как раз о Велесовой книге. Так вот, Валерий Алексеевич, наша книга выдвинута на книгу года. Спасибо. Так что вам спасибо за то, что вы столько много уделили внимания. Валерий Алексеевич, ну давайте все-таки теперь вернемся к нашим основным проблемам. Так вот, как вы бы охарактеризовали сегодняшнюю систему управления? Какие плюсы, какие минусы, что изменилось по сравнению с советской системой? И, наверное, не только советской системой, потому что вы же, так сказать, знаток прошлого. Ну, вы знаете, мне вот недавно попалась одна книга, которая называлась очень интересная. Периферийная империя, история России. Значит, Россия воспринимается как империя периферийная. То есть, как бы мы не хотели делать капитализм, а почему-то автор был убежден в том, что мы очень стараемся делать капитализм в своей стране. Все равно, поскольку основные накопления находятся в Соединенных Штатах Америки и в Европе, мы никогда не станем центральной капиталистической страной. Даже если мы будем империей, чем угодно, мы будем только периферией. Какая-то доля истины в этом есть. То есть, мы никогда не стремились быть капиталистами. И я вам хочу напомнить, что быстрее всего Россия развивалась на рубеже 19 и 20 века. Особенно в самом начале 20 века по темпам роста мы обгоняли все капиталистические страны. Я только напомню нашим телезрителям, что примерный прирост балового национального продукта составлял 17% в год. Это был мировой рекорд. И известный, кстати, английский экономист Эдмонд Зей писал, что если бы события в мире с 12 по 50 разворачивались так же, как с 10 по 12, то в 50 году Россия была бы на первом месте в экономическом, финансовом, политическом. И, возможно, в демографическом. Да, и в демографии. Ну, вспомнить Менделеева, расчеты Менделеева. Да, 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 да. Совершенно верно. Но, как вы понимаете, не только Россия, многие другие страны такого быстрого роста не приняли. Не приняли потому, что сразу, так сказать, противоречия появляются между богатыми и бедными, между своими же людьми. Они, так сказать, разница между ними все увеличивается. Она до какой-то степени и естественна может быть, а потом дальше это уже идет во вред. Ну, вообще, если взять русскую историю, получается, что всякая тенденция идти по западному пути, она, в общем, кончалась плохо. Я вам напомню, 1612 год, когда была польско-литовская интервенция, после чего была смута. И нам очень трудно было потом опять перейти к своему способу управления, к нашему, русскому, а не к заимствованию. Я вам напомню, ну, вот, правда, недолго Наполеон стоял в Москве, но, как вы знаете, то, что они принесли, никак не было принято русским народом, тоже пошло прахом. Ну, тут не только войны, тут ведь и определенные способы управления. Вспомните, в Иране чем закончилась Резапи Хлеви, если вы помните, он шел по западному пути, он такой был сателлит Запада, очень надежный. Кончилась эта революция и пришел ислам на смену. То есть, выясняется, вот, вы, наверное, знаете, Вебер исследовал такую проблему, как религия и способ производства. И он пришел к выводу, что больше всего содействует капитализму именно католицизм. А вот, когда он исследовал Индию, он говорил, извините, ребята, там другая религия, там не получается, там нет таких ценностей. Вот, возьмите, ну, самые большие ценности для него – это протестантизм. Так у него и называлась его работа. Значит, о чем он там говорил? О том, что дух протестантизма какой? Каждый человек за свою жизнь должен скопить некий капитал и оставить его своим потомкам. В этом цель жизни человека. Как вы понимаете, в христианстве вообще целая эпоха была нестяжательства. Понимаете, совершенно другие ценности. То есть, когда у вас ценности не стяжать, когда вы помните, даже русские купцы, они занимались очень большой благотворительностью. Потому что просто быть богатым человеком не то, что было не модно, а было безнравственно. И вот, чтобы быть нравственным человеком, они обязательно или странно приимные дома финансировали, или строили церкви, или еще. Короче говоря, они всегда делились своим богатством с народом. А когда люди начинают грести и без зазрения совести, это всегда вызывает протест. Во всей эпохе. Ну, видимо, такова общественная психология русского этноса. Вот. Поэтому, конечно, то, что вот мы перешли к другому способу правления, ну, вы сами понимаете, народ не спросили. Более того, когда народ спросили, нравится ли им Советский Союз, вы же помните, при Ельце не был такой опрос. Да, они сказали да. Они сказали да. И тут же Советский Союз развалил. Тут же да. Тут же да. Вы же понимаете. Ну, это не парадокс. Это не парадокс. Ну, это понятно. Это понятно, что верхушка... Нет, я говорю, парадокс, что только сказали, видимо, они надеялись, что скажут нет. Ну, да. А когда сказали да, все равно. Ну, и сказали да. Да, да, да. То есть, не просто с народом не посчитались, они посчитались в самой грубой, ну, я бы сказал, в циничной форме. Понимаете? Так нельзя поступать. Поэтому, естественно, вы правильно сказали, что действительно наша верхушка, она шла по западному пути еще в недрах Советского Союза. И это совершенно ясно. Вы понимаете, вот Горбачев, который себя позиционировал, как, так сказать, не просто члены КПСС, как секретаря Коммунистической партии, он, в конце концов, способствовал развалу не только Советского Союза, но и развалу Компартии. А свое 80-летие он почему-то отметил не в Москве, не в Петербурге, а в Лондоне. Он был лучший немец, теперь еще и лучший англичанец. Да, ну, а первое поздравление ему пришло от президента Израиля. Ну, вот, как-то это не вяжется, понимаете, с тем обликом, который был у него во времена перестройки. И когда задним числом начинаешь думать, получается, что перестройка носила свой корыстный характер. То есть, верхушка уже не хотела жить по тем законам, по которым жил Советский Союз. Вы правильно абсолютно сказали. Они хотели все приватизировать. Но при этом им надо было как-то внешне соблюсти приличие. И вот они думали, что, так сказать, они подготовили народ. Но народ подготовить за два года или за 10 лет невозможно. Ведь вы понимаете, любое этническое сознание, оно формируется веками. Ведь вот, смотрите вам пример. Значит, 70 лет советская власть воспитывала атеистов. И что? Что, люди забыли православие? Нет. Нет, конечно. 70 лет, а 70 лет – это три поколения все-таки. Да, да, три поколения. Вы представляете? Но, тем не менее, вот как только перестали преследовать, церкви опять стали возрождаться, опять православные люди получили возможность, так сказать, осуществлять свои религиозные функции. И все встало на свои места. То есть, 70 лет – это не срок для того, чтобы в корне изменить. Я понимаю, было бы 7 веков, тогда еще о чем-то можно было говорить. Но так невозможно. Но так невозможно. И при том, что церковь продолжает настаивать на тех же этических, так сказать, воззрениях, которые были раньше. И как получается, как вести себя современному человеку, если он хочет быть честным, благородным, представителем своего этноса. А с другой стороны, если он чего-то там не загребет, значит, загребет или сосед, или выше стоящий, или ниже стоящий, его в такие условия ставят. Вот, поэтому у меня такое впечатление, вот как это ни парадоксально, что мы не вернулись назад в капитализм. Мы не вернулись. У нас надстройка небольшая вернулась назад в капитализм, а мы живем, ну, я не знаю, как назвать эту формацию, в которой мы живем. Я тоже думал, думал, и не могу придумать название. Потому что в каких-то местах она феодальная, в каких-то местах она, может быть, даже и рабовладельческая. Рабовладельческая, да, здесь мы знаем. Да, да, да. В каких-то местах она, может быть, еще социалистическая осталась тоже, в каких-то очень скромных местах. Но, может быть, какие-то остались там на селе коллективные хозяйства, неважно, как они называются, пусть они агрофермы называются. Но если там люди, сообща, как-то все это делают и по справедливости распределяют доход, это элемент социализма. Мне даже рассказывали, как на периферии, на одном предприятии давали значок «ударник капиталистического труда». Ну, понимаете, это на самом деле. Ну, прекрасно, это не материальный, а моральный стимул. Был ударник коммунистического труда, а сейчас ударник капиталистического труда. Ну, это не пародия, но это вот действительно стимулирование. Ведь, вы понимаете, самое интересное, ну, вот я много лет преподавал гуманитарные дисциплины, общественные, ну, и в частности, я знаком был с политэкономией. И мне коллеги говорили, когда читаешь политэкономию капитализма, там все ясно, там с Марксом можно соглашаться, не соглашаться, но у него есть серьезные доводы. Но когда мы преподаем политэкономию социализма, там кроме благих пожеланий ничего не было. Я еще застал немножко этот период. То есть, это не наука, это сборник каких-то хороших пожеланий. Как было бы хорошо, если бы. Но ведь, вы понимаете, есть же объективные законы, как бы мы ни желали этого. Понимаете, может, я хочу летать вот просто так вот, помахивая руками. Но это противоречит законам физики, там, закону всемирного тяготения и так далее. Поэтому, к чему я все это клоню? А что собой представлял наш социализм? Ведь я не видел никаких таких работ, серьезных, глубоких, которые бы изучали, что было в Советском Союзе. Вот какой это строй? Явно это не тот строй, о котором мечтали Маркс и Энгельс. Совсем не тот строй. Вы же помните, у них на первом месте стояло отмирание государства. Что, государство умерло? Нет, не умерло. Представили, не она очень умерла, да? Да. Да. То есть, но была партия. Вот тут я хотел бы перейти еще к одной очень интересной проблеме. Вот нам сейчас говорят, чиновники воруют, очень большая коррупция. Все так. Но вот давайте опять задумаемся, перед кем отвечает чиновник. Чиновник отвечает перед законом в том случае, если его поймают. Но больше всего он отвечает перед своим начальником. Значит, он просто делится со своим начальником. То есть, коррупция – это не один человек. Это некая система. Ну, конечно. Целая система, да. Да. Система. Где все друг с другом делятся и все друг друга крышуют. Без этого она бы развалилась тут же. Теперь, если человек верующий, действительно, глубоко верующий, он или должен уйти из этой системы, или он понимает, что если он ворует, а его никто не видит, это не означает, что его и не видит Бог. У него ответственность перед Богом. Просто были такие примеры теократических государств, где чиновники не воровали. Ну, скажем, тот же Древний Египет, там же ведь какие колоссальные постройки были. Чиновники там не воровали, потому что они перед Богом отвечали. Ведь фараон, как вы знаете, это и не президент, и не король. Фараон – это первосвященник, прежде всего. Ты даже не знал. Да. А все остальные функции из этой вытекают. Как? То есть, они не перед ним отвечают, они перед Богом отвечают. То же самое было и, скажем, до христианства на Руси. То же самое. Какая там была система управления обществом? Там очень интересная система. Вот я назвал эту систему храмовой. Дело в том, что были попытки, значит, создать политэкономию первобытного общества. У меня даже есть книжечка Румянцева такого, где-то это в 60-е годы прошлого века, такие попытки были, но ничего не уходило. Значит, они считали, что был примитивный обмен дар и отдар. Кто-то кому-то подарил, кто-то кому-то отдарил. Но, понимаете, строить экономику на этом невозможно. Ведь вы, знаете, вот вы, допустим, идете к своему приятелю, он вас пригласил там на день рождения, вы ему несете подарок. Но это не значит, что если вы его к себе пригласили, он такой же подарок сделает. Он может вообще без подарка прийти. Или что-нибудь такое подарить, что вы ему никогда столько не отдарите. То есть, понимаете, дары, или вот как у нас жалование говорилось, понимаете, оно неизмеримо. Оно просто во многом от субъекта зависит, какое оно может быть. Поэтому строить какие-то объективные выводы на этом очень сложно. Но на самом деле были храмы. И храмы, помимо чисто религиозных функций, обладали массой социальных функций. Что меня очень удивило. Вот в древности выяснилось, что храмы, во-первых, выдавали так называемые жезлы на отстрел. А поскольку проблемами болезни и смерти ведала богиня Мара, то назывались кружки Мара. Это действительно такой кружок. В нем посередине дырочка, чтобы нанизывать на что-то. Это потом была и форма отчетности, что вот человек, когда, так сказать, сдал этот кружок, там нанизали, сказали, вот мы выполнили, так сказать, такую вещь. Что на них было написано? На одном написана, скажем, пища. На другом написана охрана. На третьем написана молитва. То есть, вот, допустим, у вас пища кончилась. Но вам заранее, как человеку неимущему, ну, допустим, это старушка, там, вдова, она сама не может охотиться, но мясная пища ей нужна. Вот ей, как нынче райсобес какой-нибудь выдает, там, талончики, карточки на что-то, ну, скажем, на бесплатные медикаменты, так ей выдавали кружок, где написано пища. Когда у нее есть потребность в пище, она приходит, дает кружок, а ей взамену дает, там, какое-то количество мяса. Возникает вопрос, откуда мясо берется у храма, той же Мары? Оказывается, охотникам выдается жезл на отстрел. То есть, в данном случае храм уже выполняет не только функции собеса, он выполняет функции природоохранной, Министерства охраны природных ресурсов. Скажем, вот он считает, что на эту семью, скажем, двух лошадей отстрелить хватит, а три лошади это уже многовато будет. Вот выдает жезл, там нарисованы две лошадиные морды, и, значит, это вот лицензия на право отстрела. То есть, регулятор общественных отношений. Регулятор, да. Но за то, что выдали такое разрешение, он обязан какую-то часть своей добычи сдать в храм. Вот оттуда берется мясо. Ну и так остальное. Скажем, охрана нужна реальная. Там, может быть, где-то на Ачибе кто-то живет, там боится, что хищники ночью зайдут. Значит, то же самое, кружок отдает, ему выделяет какое-то количество людей. Идите, подежурите, там, вот, скажем, три дня особо опасные, чтобы так человек мог спать спокойно. То есть, иными словами, храмы выполняли роль нынешних министерств. Вот, но это было... Нам все время говорят, первобытный общинный строй. Он совсем не был первобытным. Он существовал много сотен тысяч лет. Понимаете, первобытное то, что было сначала. Но вы сами понимаете, это такая высокая организация. Это же надо было все учитывать, все контролировать. Сколько вы оказали услуг? А, пожалуйста, вы посчитайте, сколько у вас кружков накопилось за месяц. Вот вы столько и выполнили. Да. То есть, вы никуда не уйдете. Тут очень хорошая система проверки. Но там написано, какая именно услуга. То есть, это не деньги в том смысле. Деньги же имеют универсальный характер. Вот. Было ли воровство таких кружков? Я не знаю. Но зачем? Допустим, вы украли кружок, на нем написано охрана. А вы молодой, крепкий человек. Зачем вам эта охрана нужна? Ну да. Или вы удачливый охотник, вы украли этот кружок, вам выдали кусок мяса. Так вы лучше мясо получили. Конечно. То есть, понимаете, там смысла не было заниматься воровством. Вот. Ну и, соответственно, а коррупция зачем нужна? Что, так сказать, опять, что вы можете, что вам могут предложить, если вы кому-то из-под полы лишний этот кружок дали? Валерий Алексеевич, ну хорошо. Ну вот сейчас у нас сложилась определенная система отношений, да? Мы говорим, коррупционная. Очень много коррупции. Но почему, например, вот видите, есть же такие страны, как, например, Дания, Швеция, где уровень коррупции, по-моему, по десятибальной системе, там что-то 9,7 или 9,8. То есть, десятка, по-моему, считается идеальная. Вот. Даже вот возьмите Белоруссия, да? Вот в Белоруссии. Я сам смотрел передачи. Ну, я в этой сфере никогда не был. Но говорили, что там нет взяток. Они не занимаются. Как только у нас. Иногда, знаете, вот вы же, наверное, тоже... Там сильный репрессивный аппарат. Только этот, помимо? Не только это. Понимаете, в советское время, помимо репрессивного аппарата, был партийный аппарат. Вот мне кажется, что партийный аппарат и религиозный аппарат, они где-то созвучны. Ну, партийный он больше такой силовой, а, скажем, религиозный это в основном на сознании. То есть, когда человека с детства воспитывают, что просто грех. Грех на душу берешь, если занимаешься какими-то преступлениями. И человек никогда на это не пойдет. Он с детства знает, чем это ему грозит. Вот. Партия, там немножко другое. Понимаете? Юрисдикция не может каждый мелкий, так сказать, параметр жизни общества контролировать. А в партии, как вы знаете, секретарь парткома был в силах снять директор. Вы это знаете? Ну, тут трудно. Я не знаю. Просто мне в свое время папа мой говорил так, что любой серьезный директор, у него всегда секретарь парткома под пятой. Ну, я не знаю, опять же, по-разному. Смотря где. Смотря как. Но, во всяком случае, если сильный был партком, и если у него хорошие связи были в райкоме, то директора снять вполне было. Это реально. Реально, да? Да. А уж если вскрывались взятки, то, как правило, ну, директор тоже был членом партии. Ну, да. Понимаете? То есть тут вот такая двойная. Понимаете, всегда в любом обществе должна быть система издержек и противовесов. И вот тут на уровне каждого предприятия-то было. Значит, либо тогда все должны были делиться друг с другом взятками, что невозможно. Понимаете? Тогда смысл взятки падает. Если вы, допустим, взяли взятку, грубо говоря, в 10 тысяч рублей, а вам надо поделиться со 100 человеками, то у вас остается 1 сотая от этого. Тогда смысл взятки исчезает. Да, да. Вот. А там, на самом деле, действительно так. Потому что членов партии было довольно много, партком был тоже коллективным органом. Понимаете? Я не хочу сказать, что в советское время не было взяток. Были взятки, но люди очень крепко рисковали. Я знаю очень много персональных дел, когда взяточники вылетали из партии, а вылететь из партии – это волчий билет. Все, вы больше никаких руководящих должностей занимать не будете. Хотя никаких дел по линии прокуратуры, суда не было. То есть люди ухитрялись на своем рабочем месте разбираться, не привлекая никаких государственных органов. Вот сейчас ничего аналогичного пока нет. Нет такой сильной, скажем, духовной власти. Неважно, церковь ли это будет, или вера в коммунизм, или еще какая-то. Понимаете, это должно быть что-то такое мощное, что с детства бы люди усваивали и понимали, что это делать нельзя. Неважно ради чего. Ради Бога. Или ради построения светлого будущего. Или ради своих детей. Или ради отдаленных потомков. Но должна быть какая-то сильная вера. Вот это у нас увели. Вы знаете теперь, что в школах вообще нет воспитательной работы. Там есть только образовательная сторона. Причем образовательная, она все дороже и дороже стоит. Это значит, что у нас через 10 лет высшее образование, и даже среднее специально, будут получать единицы. Единицы, чьи родители смогут оплатить учебу. Вы знаете, что у нас теперь платное образование. Ну, платное образование, высшее образование. Но говорят, и среднее сейчас. Не только высшее, и среднее уже, да. У меня один знакомый, не только знакомый, издатель мой. Мы когда с ним говорили, он говорит, что сейчас в школах уже тоже вводится система в среде. В школах, значит, платного образования. И когда я, значит, с ним начал спорить, он мне говорит, сейчас ты поговоришь с моей женой, она заучишь в школе. Ты поговори просто, чтобы, ну, что ты со мной споришь-то? То есть потихоньку вводит. Причем делать это очень хитрое. Значит, вот, предположим, было там, ну, я так абстрактно говорю, четыре раньше урока русского языка. Вот сейчас оставляют, скажем, два, хочешь еще два, для ребенка плати. Ну, это, конечно, во что превращается человек? Ну, совершенно верно. То же самое с вузами. Вот я вам так могу сказать, я работаю в Государственном университете управления. И у нас, ну, естественно, вот с точки зрения государства, у нас оплата очень небольшая. Вот моя зарплата государственная составляет, как профессор, 6 тысяч рублей в год. То есть, в месяц, извините, 6 тысяч рублей. Ну, 6 тысяч рублей, вы сами понимаете, это два раза пойти в магазин и все. Это нелепость просто, 6 тысяч зарплату, профессор. Но тогда, значит, сказали, что вуз должен как-то исхитряться и добывать деньги. Ну, как добывать деньги? Вот наш вуз развил очень мощную систему подготовки к вступлению в институт. Были подготовительные курсы самые разные, недельные, месячные, трехмесячные, полугодовые, годовые, двухлетние. И собирали приличные деньги, перераспределяли и за этот счет дали возможность поднять оклад преподавателей. Но, как только ввели единый государственный экзамен, все, теперь никаких вступительных экзаменов нет. Только по результатам госэкзамена. Значит, теперь начинают получать деньги средняя школа, вот те, кто готовят к госэкзамену. Причем, вы знаете, что госэкзамены, они отличаются от вузовских экзаменов в худшую сторону и очень сильно. Безусловно, знаю. Особенно, вы знаете, по русскому языку, я в свое время писал сочинения. Сейчас, к сожалению, сочинения не пишут. И вообще, людям изложить свою мысль на бумаге становится с каждым годом все сложнее и сложнее. Если вы в интернете читаете, это такое косноязычие во всех этих чатах. Ну, я уж не говорю там о пунктуации. Пунктуацию никто не соблюдает. Но даже правописание страдает. Сейчас вообще не поймешь, что человек пишет. Вот. Вот теперь представьте себе. Значит, получается так, что вот этот вот средний слой интеллигенции, из которого потом будет формироваться наша управленческая структура, она совсем тоненькая. То есть она получается гораздо тоньше, чем в советское время. Возникает вопрос, кто будет заниматься управлением? Кто эти управленцы? Вот я как раз в университете управления. Я смотрю, с каждым годом студенты имеют все худшую подготовку. Сейчас мы переходим на баллонскую систему. Баллонская система по сравнению с советской системой – это шаг назад. Советская система была гораздо лучше. Я преподавал в свое время в университете дружбы народов имени Лумумбы. И наши выпускники шли на расхват. Правда, они шли на расхват не у нас в стране, они шли на расхват в Европе, в Соединенных Штатах Америки, в Канаде. Там они устраиваются. Получалось, что мы готовим кадры для всего мира. Для другой страны. Для другой страны. Да. Вот так. Но я просто хочу сказать, что котировались эти специалисты. Сейчас я не думаю, что наши специалисты будут высоко котироваться за рубежом. Вы знаете, Валерий Алексеевич, я вот о чем подумал. Вот в советское время часто любили говорить, о, развелось у нас там научных деятелей, много защищают, а знать ничего не знают, сделать ничего не могут. Ну, вот такой пример. Живет мальчик Петенька или там девочка Машенька. У нее папа кандидат в наук, мама кандидат в наук. Пусть они звезд с неба не хватает, но определенный уровень подготовки у них есть. И вот из этого Петеньки или из этой Машеньки со временем может выйти действительно грамотный человек, управленец, который возглавит какое-то производство. Сейчас у меня такое странное вот впечатление, я тоже теми и делал со студентами, что действительно уровень подготовки очень низкий. И самое главное, им неоткуда взять информацию. Например, на одном из занятий я говорю о методе Шиллера, о написании произведений. Никто не знает, кто такой Фридрих Шиллер. Никто мне не сказал. Ну, правильно. А это будущий управленцы. В советское время мы прекрасно знали и Шиллера, и Гёте, и, в общем, всех немецких писателей. По крайней мере, слышали хотя бы, могли сказать, кто это такой. Да, да, да. Шекспира вообще проходили в школе. Безусловно, да. Ну и так далее. То есть самых ярких представителей, скажем, литературы зарубежной проходили. Сейчас, к сожалению, всё это в далёком прошлом. Я поймал многих студентов на то, что они, пока ещё были школьниками, никогда не выполняли программу, которую им задавали на летние каникулы. Вы знаете, на летние каникулы, внеклассное чтение, там несколько книжек надо прочитать. Но, когда вы читаете, почему-то все думают, что вы обогащаетесь только знанием сюжета. Чё подобного? Вы прежде всего обогащаете свой язык. И я их поймал на том, что они не знают этой лексики 19 века. То есть они половину нашего замечательного лексического фонда, который в 19 веке у нас появился, они его не знают. Вот так. И даже, что самое страшное, например, я им говорю, когда по стилю изложения, ну, обычно мы, естественно, к классике возвращаемся и к нашей, и к зарубежной. Вот Вильям Шекспир. Беру какую-нибудь фразу Шекспира. Например, Гамлет говорит, я должен быть злым, чтобы быть добрым. Я говорю, а в чём смысл этой фразы? Они не могут ответить. Что просто это непонятно мне. Да. Сейчас вы перешли к другой проблеме. Учит ли школа думать? Вот она, к сожалению, не учит думать. Потому что сейчас мы перешли на систему тестирования. А система тестирования – это угадать правильный ответ. Да. А вовсе не продемонстрируют свои знания. Я никогда не забуду, как один парень набрал очень высокий балл. И когда я ему говорю, надо же, как ты знаешь, предмет. Он говорит, нет, я профессиональный игрок, по-моему, в покер он, по-моему. Всё строится по определённым принципам. Но тогда получается, что современная система управления наша, она направлена не на развитие личности, а наоборот на угасание личности. Конечно. Конечно, безусловно. Может, и не нужны просто талантливые люди, умные люди? Конечно, не нужны. Конечно, не нужны. Сейчас стараются избавиться от того, как они считают, балласта, который был в советское время, который получил замечательное образование. Вот вы на секундочку подумайте, что делать с таким огромным количеством высокообразованных людей? Что делиться с ними капиталами, а они требуют, у них соответствующий уровень образовывается. А вот так приставить к чему-нибудь, к какой-нибудь машине, чтобы знать, что вот такую последовательность кнопок надо нажимать, и всё. Это же намного удобнее, это дешевле гораздо. Ведь на этом возник весь капитализм. Ведь вот в своё время, вы помните, были ремесленники, да, и были мануфактуры. Мануфактуры – это просто собрание ремесников. Ремесленники сидели вместе, глядя друг на друга, они повышали свою производительность труда, потому что они друг у друга учились. Скажем, нужно сделать ружьё? Вот вы, допустим, лучше приклад делаете, а я лучше ствол делаю. Я смотрю, как вы приклад делаете, и улучшаю свои параметры. Вы смотрите, как я ствол делаю, и тоже улучшаете свои параметры. Понимаете? Это ремесленник. Ремесленник знал весь производственный цикл от начала до конца. Что сделали капиталисты? Они расчленили весь процесс производства на отдельные операции. И всё. И теперь вы только знаете, как делать заготовку, допустим, для вот этого ложа. И всё. Больше вы ничего делать не умеете. Какова ваша цена на рынке тогда? Она же ничтожная. Валерий Алексеевич, оно всё правильно. Но дело всё в том, что в современном производстве тоже нужны очень грамотные специалисты. Прежде всего, те, кто занимается производством высокотехнологичного оборудования. Но у меня, вы знаете, вот мне что кажется, что как раз нам-то такие специалисты и не нужны почему-то. То есть, они нужны Японии, они нужны Скандинавии. А у нас... А у них другая стратегия развития. У них другая стратегия, да, получается. Правильно. Если нам нефть и газ, то есть, сырьевые ресурсы дают богатство, а зачем всё другое развивать? Причём, заметьте, даже наши газовые и нефтяные компании не вкладывают средства в развитие своей собственной отрасли. Вы это знаете прекрасно. Да, да, да. То есть, если они просто живые деньги получают, они их куда-то там аккумулируют на Западе, да, и всё, они обеспечены. А вперёд зачем им думать? Они своё отжили, всё, пусть думают другие. А завтра упадёт нефть? Завтра упадёт газ? Правильно. А у них деньги останутся за границей, они уйдут из отрасли, они будут жить на те деньги, которые они накопили. Понимаете, это вот сиюминутные такие решения сиюминутных проблем. Это не капитализм. Капитализм хочет развиваться. То, что у нас, я ещё раз повторяю, это нельзя называть капитализмом. Это действительно не поймёшь что. Это, понимаете, ну какая-то воровская стратегия. Урвал кусок, всё, он мой. А что дальше будет, это не мои проблемы. Валерий Алексеевич, ну а какие-то выходы вот из создавшегося ситуации есть? Я думаю, выходы, конечно, есть. То есть, я думаю, есть ответственные люди. Есть люди, вот понимаете, опять, вы знаете, там же на Западе, допустим, в Англии, если есть кабинет министра, что обязательно есть и теневой кабинет. Он не управляет, но он решает, вот как бы он решал эти ситуации. Они думают, как бы, что бы они предложили. Поэтому, если в следующий раз, так сказать, их избиратели выберут их, и они будут кабинет министра, они уже готовы, у них уже вся структура есть. А есть у нас какая-то альтернативная структура. Вот я думаю, если бы были созданы такие альтернативные структуры, то он бы так дурить не позволил. Ему не позволили бы дурить. Вообще, у меня такое ощущение, что у нас наступает застой, только не тот застой, а застой в худшем его варианте. С одной стороны, мы говорим, можно сказать, знаете, о так называемом управляемом хаосе. Ну да. Вот сейчас это у нас работает. У нас то же самое, и в политической жизни у нас нет какого-то развития. Есть определенный, так сказать, монополизм определенных структур. И в экономической жизни. Ну, тогда действительно, я вот не вижу просто пока выхода. Вы абсолютно правы. Причем управляемый хаос, он не сам по себе возникает. Как вы знаете, есть у него теоретики, и теоретики эти в Соединенных Штатах Америки. Как это делать, зачем это делать. И мы это видим, они это осуществляют последовательно. Другое дело, что, ну, я не знаю, может быть, либо стихийные какие-то бедствия нас подвинут к другому способу правления, либо еще что-то, но, во всяком случае, так долго продолжаться не может. Я боюсь, что опять назревает такая ситуация, которая была в начале 20-го века. Валерий Алексеевич, и такой вопрос один, вот, который, я тоже, думаю, нужно поставить. Положение русского народа в сегодняшней системе. Да, очень интересный вопрос. Да, потому что у нас не так много времени остается, но тем не менее, понимаете. Значит, ведь все-таки получается, что государственно образующий народ. Вот, и мы не можем даже порой сказать, что мы русские. Ну, опять, так получилось, что, ну, как вам сказать, началось это, видимо, даже не с Великой Октябрьской революции, а гораздо раньше. Как-то так получилось, что мы присоединили Польшу. В Польше проживало очень много различных наций. И вот, к сожалению, в наше общество внедрилось очень много представителей других этносов, у которых совсем другие задачи, совсем другие представления о добре и зле, совсем другие стремления карьерные и так далее. Даже если вы вспомните, что было перед революцией, да, министр Ритте, так сказать, явно не русский, ну, и очень много других, я не буду называть, а сколько было, допустим, немцев у нас, главнокомандующих. Во время войны с немцами, кстати. И даже во время войны с немцами, да, 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 да. Я просто к тому, что русский народ добрый, понимаете, и он считает, что, ну, если представитель какого-то этноса, ну, так сказать, хороший, не просто как человек, но и как специалист, почему бы его не выдвинуть? Но он забывает, что, как правило, вот русским это не свойственно. Если русский куда-то пришел, что он за собой целый шлейф потянет своих, так сказать, представителей русского этноса. Но, к сожалению, и кавказские народы, и ряд других народов, вот они заняли руководящую должность, все, они начинают тянуть за собой весь шлейф своего этноса. И тогда получается, что, к сожалению, управляют нами вовсе не русские люди. Люди, они не хуже и не лучше. У них просто другие представления о жизни, другие представления о том, как должны жить люди, как устраивать большую страну. Ну, вот я когда-то был в такой маленькой стране, как Туа, это вот составная часть России. Представляете, там все главные должности занимают тувинцы, которые, я посмотрел, ничего, кроме того, что они гоняют чаи и отвечают за какую-то вывод, если они не делают. А отвечают они так, они подзывают своего русского зама, а он на самом деле все производство тащит. Вот, то есть, получается так, один это номенклатурный работник, а другой реальный работник. Но, упаси Боже, тувинец никогда не позволит, чтобы русский был председателем чего-то. Русские же позволяют. Пожалуйста, если ты тувинец и хорошо работаешь, мы тебе, пожалуйста, мы можем тебя сделать руководителем какой-то службы, и это не обязательно совершенно, что, так сказать, мы только русских должны туда избирать. Вот я еще раз хочу сказать, тут, наверное, не все в порядке, тут тоже что-то надо пересмотреть. Даже мы с вами говорили в начале передачи, что уже русский язык хотят как российский сделать. Да, уже хотят издавать грамматику не русского языка, а российского языка. Ну, я хочу пояснить. Исторически действительно были разные названия. Когда-то язык наш назывался славяно-русским, поскольку там было очень много старославянизмов. Потом Ломоносов назвал свою грамматику российской грамматикой. Он убрал слово славянское, уже стало российской. Ну, а в 19 веке она стала называться русская грамматика, как она сейчас называется. Поэтому, когда нам предлагают вернуться назад, к тому времени, когда Ломоносов писал, ну, это, понимаете, анахронизм. Нам нужна, конечно, конечно, нужен русский язык. Это именно русский язык. Это не язык, скажем, русских кавказцев. Это не язык, я не знаю, русских алтайцев. Это не язык русифицированных китайцев. Если вы слышите, как говорят представители других этносов на русском языке, вам хочется закрыть уши, потому что это ужас. Валерий Алексеевич, ну и, наверное, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, ну а все-таки вы оптимист или пессимист? Я оптимист. И какие все-таки вот вы сейчас видите реальные выходы из создавшейся ситуации? Ну, вот видите, не только мы с вами озабочены этими проблемами. Я думаю, очень многие люди озабочены этими проблемами, когда эти люди начнут объединяться, когда они начнут показывать, что нужно делать, как нужно делать. Я думаю, дело сдвинется с мертвой точки. А вы думаете, дадут? А что значит дадут? Мы в своей стране. Я-то понимаю с вами. Но у меня такое вот ощущение, что любому движению, вот именно русской идеи, русского, в хорошем плане национализма, я ничего не вижу плохого в слове национализм. Я тоже не говорю. Это не шовинизм. Это не шовинизм, да. А вот мы сейчас уже говорим, и нам приходится с вами оправдываться, что мы ничего плохого не видим. Например, в Финляндии есть партия истинных финнов. Вот попробуйте сейчас у нас назвать партию истинных русских. Вас тут же обвинят в черносути. Да, и мы тут же пойдете по этапу, да, еще по этапу пойдете. Да, вот, все-таки... Ну, не вечно же это все будет продолжаться. Не вечно, да? Нет, не вечно. Вы знаете, вот многие говорят, что буквально вот через год, через два изменится очень многое. Ну, будем... Живем, увидим. Будем надеяться, что все-таки Россия действительно воспрянет и будет развиваться так, как ей нужно. Тем более, ведь у нас есть все. Да. У нас есть все. У нас есть и природные ресурсы, и талантливый народ. Но, к сожалению, мы сейчас опять находимся на том этапе, когда колоссальное количество именно талантливых русских людей уезжает. Ну, вы знаете, такие периоды в истории России были, они заканчивались, и Россия опять поднималась. Валерий Алексеевич, ну, спасибо за хорошие слова в конце передачи. Спасибо за то, что подарили надежду. Большое спасибо за то, что вы пришли к нам. Действительно, поставили серьезные проблемы и поговорили о каких-то... Спасибо, что вы меня пригласили. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, на сегодня мы попрощаемся. До следующих встреч. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова